В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Виктор Присмотров, балетмейстер Обрасова ансамбля танца «Задоринка». Здравствуйте. Здравствуйте. 40 лет в этом году вашему коллективу. Расскажите, с чего он начинался? Коллектив начинался, ну, как всегда, когда с нуля, то набор участников, объявления и первые репетиции. Первые репетиции, потом пусть сыро, но не очень, чтобы заинтересовать участников, начались первые постановки. Одна из них, вот, допустим, по щучьему велению, где выкатывается печка, и выходят девочки, в общем, таким задором. «Городские встречи» «Городские встречи» Сейчас сколько человек у вас? Сейчас у нас 80 с лишним человек, 3 группы, так, даже больше, 90, то есть около сотни. Вот, они приходят, уходят, потому что текучесть небольшая, но бывает. Детей какого возраста принимаете в коллективе? Детей с 6 лет. Вот в этом году будет набор с 6 лет. Вот, нас всегда интересуют мальчики и девочки. У нас три группы. Одна группа с 6 до 10, вторая группа где-то с 10 до 14, и дальше с 14 до 18 нам разрешают работать в Дворце детского творчества. Дальше говорят, вы должны пойти или в Дворец молодёжи, или ещё куда-то, потому что вам уже 18 лет. Из тех, кто приходят, из тех, кого приводят родители, многие остаются? Остаются почти все, 90 с лишним процентов это остаётся всегда. Бывает, что и не слышат музыку, сложены не так, но мы берём всех. Вот, берём всех. И если человек видит, что у него хорошо получается, душа лежит, значит, всё из него получается. И солисты, и танцующие, интересные, хорошие дети. У кого не очень получается, мы или сами рекомендуем, или есть такое, желание нету, родителей заставляют. Тогда приходится, соответственно, как-то побороть то, что их нежелание, и порекомендовать другие занятия. У вас есть 10-летняя программа обучения. Расскажите про неё. Сами её разрабатывали? Программу мы в последнее время, в последнее время этих программ появилось куча. На самом деле у нас программа должна быть единственной. Мы должны опираться на наше прошлое. То есть есть программа по классическому танцу, есть программа по народному танцу. И за основу мы, конечно, их берём. Разрабатываем, соответственно, пытаемся, находим. Но то, что уже создано и проходит просто даже не то, что десятилетиями, а столетиями, это всё берётся на вооружение. Русские народные танцы, получается, популярность не теряют всё-таки? К сожалению. Они, может быть, и не теряют, но немножечко как бы искажаются, потому что наше поколение уходит. А мы учились ещё у того поколения, которое знает этот танец, можно сказать, воочию видел, собирал по деревням. Мне тоже довелось немножко поездить по экспедициям, но это уже когда деревни, все дома в деревнях заколачивались. Народ переходил на магнитофон, гармошка пропадала. Но, к счастью, я в своём детстве захватил очень многое. Я видел настоящих таких доморощенных гармонистов, настоящие мужские танцы, которые танцевались на свадьбах. Ну, мы заглядывали в окошко, мне, наверное, лет было 5-6, ну, там где-то 7. И это любопытство, и захватывал всегда дух, дух мужчины. Единоборство было такое или кулачное, или что-то в таком духе борьбы. И женщины всегда плясками, частушками задевали, и это в сердце осталось, в общем, до сих пор. То есть, вот мы проезжаем мимо трактора, гармош, знаете, в Рыбном. И вот впервые я увидел в деревне этот трактор, вот в этом возрасте. Тоже было интересно. То есть, это вот как бы даёт мне возможность высказать то, что что-то я видел в своё время. Сколько сейчас у вас постановок в вашем репертуаре? А знаете, со счёту я сбился, но, наверное, сейчас, в данный момент, в репертуаре постановок, ну, 30 точно есть. Одни танцуются. В концерте сегодняшнем у нас будет 18 постановок наших. Плюс постановки наши выпускники восстановили и просто хотят показать в качестве нам сюрприза, что они что-то помнят и любят это дело. Вот. Так что... А в целом, ну, не знаю, там, за сотню, наверное, точно уже перевалило в свою жизнь. А костюмы сами придумываете? Костюмы... Были времена, когда мы могли пригласить художника. Художник посмотрел постановку и своим видением предложил варианты. Экскизов. Ну, мы, соответственно, утверждаем какой-то эскиз. Вот. И берём, нанимаем швейный цех или там ещё швею какую-то. И нам шьют костюмы. Всё как бы по эскизам, всё грамотно, всё красиво. Ну, не всегда, может быть, получалось. То есть в последнее время это делается так. Руководитель, вот Елена Владимировна, берёт, смотрит, что я поставил. И говорит, я предлагаю вот то-то. И начинают они рисовать сами всё. И своими силами в дворце пионеров идём, у нас там есть небольшая мастерская, и начинаем подбирать материал, подбирать какие-то вещи, украшения, прочее. И создаётся таким образом костюмы. Ну, в основном костюмы как бы удачные. То есть мы пытаемся создать такой костюм, чтобы было удобно в нём танцевать, поднять руки, показать свою удаль. Вот. И отсюда складывается конечный результат номера. То есть костюм, музыка и исполнительское мастерство. – Расскажите про конкурсы в Луховицах, в котором участвовали. – В Луховицах был фестиваль. Мы буквально на днях недавно это было. Ансамбль «Сюрприз» там называется. Ансамбль «Сюрприз» приглашает друзей. И вот мы все собрались там. И дали хороший концерт для зрителей города Луховиц. Были очень хорошие отзывы. И приятно были знакомства с другими коллективами. С коллективом Зарайска, с коллективом «Озёры» Московской области. Ещё с несколькими коллективами. Но это очень как бы подталкивает, сравнивается всё. И действует очень хорошо на последующий учебный процесс. – Есть чему поучиться, да? – Да, несомненно. – Сейчас учебный год уже заканчивается летом. Чем занимается коллектив? – К сожалению, летом иногда, вот в былые времена, мы собирали детей. У нас была возможность такая. Устраивали лагерь в июне месяце. И весь июнь месяц они ходили в дворец, занимались танцем. Потом же играли, отдыхали, обедали. И потом их забирали родители домой. То есть это как была такая городской лагерь. В последнее время это отменилось. И некоторые коллективы ездят, собирают детей и ездят. Но у нас, к сожалению, к нам идут в народный танец, ну как бы малоимущие. Они даже иногда не могут заплатить за этот лагерь. И мы, в общем-то, не стали это практиковать. Потому что не все работают на каких-то заводах, предприятиях, которые помогают детям оплатить отдых. Так что летом у нас они ходят просто, мы в июне еще занимаемся. А в июле, август такие дни, ну отдых у детей получается. Это сожаление у нас. Потому что когда и физически они приходят 1 сентября, мы нагоняем, догоняем это в течение месяца. Чтобы они вошли в форму и снова затанцевали. Планы какие на следующий учебный год? На следующий учебный год планы подтянуть младшую группу. Так как старшие сейчас, уже вот в этом году студенты ходят еще кое-как пытаются. 10-й, 11-й класс. 11-й класс, соответственно, у нас будет поступать. У них трудный год первый. И остается у нас 7-й, 8-й, 9-й класс. То есть одна группа из таких сильных. И вторая группа тоже из подготовленных, 10-12 лет. 9-12 лет. И набор, соответственно, подготовить. То есть у нас все сначала начинается. Как в учебном, в любом учебном заведении. Только единственное, что меня вот как-то всю жизнь немножко оскорбляет название. Дополнительное образование. То есть мы стараемся иногда дать профессиональные навыки. И я сравниваю с школой. Там же ведь можно было многие предметы назвать тоже дополнительными. У них все основные. Вот. Но мы работаем как на основные. Многие ваши выпускники потом продолжают танцевать, выбирают карьеру, связанную с танцами. Да, да, очень немало. У нас сейчас есть хореографы. Вот из Краснодара девушка приедет даже на наш юбилей. Елена Медвинская, вы, наверное, понаслышали ее коллектив «Мед», который... Это наша ученица. Она у нас с пяти нами лет танцевала, закончила. Потом еще долго танцевала. Ездила в поездки, помогала нашему коллективу очень много. И сейчас у нее коллектив такой, очень хороший, сильный коллектив. И, кстати, она как продолжатель народного танца. Так что я оговорился, что два коллектива. Вот у Елены тоже очень много русских танцев, русские народные танцы. Группы, мальчики. То есть это ученик, которым мы гордимся, наши ученики. Многие танцевали в коллективах профессиональных. То есть тут... Дел все-таки живет, продолжается. Да, да. Это отравно очень. И сейчас, если кто-то какие-то ищет там звания, прочее, то мы живем энергией заслуг. То есть очень приятно, когда с тобой проезжаешь, с тобой здоровается, а вы меня не помните, а я у вас танцевала. Тот-то, там-то. А я у вас танцевал. И вот это греет и дает силы для дальнейшей и творческой, и педагогической деятельности. Я напомню, что в гостях программы «Городские встречи» был Виктор Присмотров, балетмейстер образцового ансамбля танца Задоренко. Спасибо, что пришли. Всего доброго. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова